Это очень важно. Продайте то, что у вас продается. Я же говорю, что товар без сельса. Это за столько, что это решение проблемы. Такое это. Кроме того, если мы берем с вами три уровня воздействия на клиента. Первый уровень, представьте себе, что это клиент. Существует первый уровень, простейший, информационный. То есть вы какую-то ему информацию даете. Этот уровень самый примитивный, самый скучный, самый неинтересный. На сегодняшний день он не работает. Он работал 20 лет назад. То есть когда можно было открыть газету, там, я не знаю, Иркутска, или появится потом, как-то, номер один. Вот там стояло объявление, например, в яблоке, там, вагон. И этот вагон яблок уходил за два часа. Сейчас перенасыщаем информацию, а у нас такой нет. Поэтому информационный уровень не работает. Но информация нам нужна. Мы же должны довести что-то до клиента. Поэтому мы берем информацию, уменьшаем ее с вивезла, упаковываем. Берем из нее самую суть, ну, то есть из лимона выжимаем самый вот этот концентрат. И даем еще эмоцию. А что такое эмоция у клиента, если вы B2B работаете? Еще раз, решение его проблемы. Это его зацепит? Это вызовет эмоциональный какой-то интерес, возбуждение? Эмоция на решение его проблемы? Просто его эмоция. Заданная эмоция. Непонятно? Непонятно. Кому понятно? Никому не понятно. Ну, я... Я могу сейчас объяснить. Давайте, с другими словами сейчас попробую. Я буду, что я сейчас объясню. Здесь имеется в виду, что у него есть задача. И мы показываем, каким образом мы можем эти задачи решить. На эмоциональном доме. Именно на эмоциональном. Не на скучном. Я могу решить ваши проблемы. Это будет очень круто. Это уже даже я нарекнула ему. Да? Ну, какую-то надежду надо, что ли. Я сейчас объясню. Все объясню. Смотрите, вот вы сегодня ехали по городу, все вы хотя бы, ну, в некоторое время провели там, я не знаю, транспорт, машут. Кто из вас помнит какую-то рекламу? Слышал, которую видел и так далее. И так. Вы помните еще? Вот это полностью доказывает то, что на сегодняшний момент, так же, как наш клиент, так же и все вы обыватели, имеют мощный фильтр антиспам. На сегодняшний день вы, как минимум, сконтактировали не меньше, чем со ста рекламных предложений. Не меньше. Вот даже просто, на секундочку, и ваш мозг их видел, ну, в смысле, глаза видели, мозг усвоил, понимаете? И ваши уши это, слышали, и он туда упал. Ну, это информационный спам. Он где нету, не интересен. Но если вдруг вы ехали, и вы увидели что-то, что касается лично вас, это первый вариант. Допустим, вам сильно-сильно надо, ну, купить вот конкретно какую-то машину или построить дом, или у вас очень замечательно есть малыш-ребенок. Ну, я не знаю, что-то. И вы видите что-то, о, бац, что-то связано именно с этим вопросом. То есть построю дом за 500 рублей, там, или продают, там, я не знаю. Или вы ехали и думали, я так хочу себе вот такую-то, вот такую машину, вот чтобы она еще и так вот недорого стоила. И вы видите, именно это видите. Это вот оно, ваше решение. Вы обязательно это заметите. Ваш мозг мимо это не проскочит. Вы хотя бы такие, опа, есть эти машины. Хотя бы. Понимаете? То есть это наша эмоция. Мозг выкинет все, что не эмоционально. Или второй вариант. Когда это нас просто тупо цепляет. Отчего есть такие рекламы, построенные на страхе. Раньше как-то очень давно запускалось по телевидению шоу. Называлось ему «Город». Ну, оно проводилось, по-моему, оно не очень пошло. Но дело было не в этом. В Икутске была своя история. На баннерах взяли и напечатали прямо вот так вот. Такой темный тени домов. На фоне такого красного неба. И надпись. Вот таки в Икутске. Город. В городе. А в город пришел голод. И в Икутске еще ничего с халом. Более-менее. А в Иссуле скандал администрации совершил. И что там не переубивали всех? Бабушки побежали. Пальцов, спички, мыло. Сахар. Сахар. Давай долбить, звонить и так далее везде. Ну что, говорили, что происходит. Нельзя и поподробнее. Вот мы и дали эмоциональную, очень сильную эмоцию. Обалденную. Ну, то есть настолько сильную, что это было даже. То есть это эмоция отрицательная. Нам такие эмоции. Я все расскажу, чтобы вы поняли. Надо дать такое сообщение, которое... Вот вы его открываете, и оно бах! Те слова, которые человеку важно услышать. Те объекты, которые он хочет увидеть. Более того, в следующий момент. Такие предложения, как вы говорите, я хочу выделиться. Предложение выделится, на одних словах не построишь. Нужна картинка. Это обязательно. То есть если ваше предложение без картинки, его выкинет из памяти 90% людей. Вы же помните о том, что мы большинство сейчас кредитов, мы это тесты делаем все время. Мы на всех наших тренингах, которые связаны были с оптимизацией рекламного бюджета. Я всем задавала, просто показывала... Как вы себе это представляете? Я вам, например, сейчас не представляю. То есть мы делаем предложение, в котором картинка. Да. Это как оно уже? На формате А4? Просто смотрите. Вы вообще как делаете? Так, вообще. Вы вообще как делаете предложение? На формате А4? Формат А4, ПТФ, Форд, Влагоцикл. Влагоцикл и все. Влагоцикл и все. Влагоцикл и все прекрасно. Я просто хочу сказать, что один из кейсов белорусских как транспортной компанией, они взяли карты в Белоруссии, в России, в ту упаковали и доставили каждому из своих. В карте вешали на стену, там было на картах написано как раз связь, под маршрутом, который работает плюс ко всему. Они таким образом выделили, потому что у клиентов были кучи PDF-предложений, которые там, а здесь еще полезная вещь такая, которая. Все хотят, что себя держат. То есть это три теории. Она вешалась на стену. Информация, эмоция, действие или подарок, что сразу нужно сказать. То есть действие очень часто подарки. Информация, эмоция, действие. Третье у нее здесь у нас клиента. Дайте им что-то в руки. Отправьте им это персонально. Еще есть такая штука. У нас есть клиент, компания СИВАЙ. Они, например, печатают вот эти вот карты на каких-то супернесминаемой, какой-то офигительной, такой специальной, ну не ткани, так скажем, да? Какой-нибудь, может быть, поливинилуслариф, понятия не имею. Но это непонятная ткань. Потому что она не мнется, не рвется, не стирается в условиях даже крайнего севера. Понимаете, в чем фишка? И к ней приходят доказывать, в основном, те люди, которые в строго недоступных кристалле, у вас... Можете уже есть? Да, пожалуйста. Если кто-то, скажите, у нас, где-то, не знаете, здесь нет, наверное, элемента СИВАЙна, к сожалению. Ну, у нас, знаете, здесь есть такая штука, это место для вашей кружки. СИВАЙна нам что предложил? Он сделал ломинацию такую, которая сюда отклеится, ну, для того, чтобы это было влаговоустойчиво. Здесь мелкими буквами было написано их реклама, но все равно это... Это приняется на кружку? Да. Нет, я вам всегда оставлю на кружку. На журнал часто оставят кружку, и мы решили на этом собирать и сделать сразу наше место. А они нам предложили, давайте мы вот заламинируем вам эту штуку, ну, чтобы это не пропитывалось. Не будет сразу и рекламой, и понимание. Да, мелкими этими напишем сейчас свою рекламу, и печать от всех материалов. И вот мы распространяем. Ну, они нам это бесплатно сделали, но на то мы их с его аудиторией доносим. Да, уже посмотрите, сколько людей в этом персонале узнали. Представляете? То есть это информация плюс эмоции плюс действия. Или возможность совершить действия. То есть что-то переслать, что-то открыть, что-то посчитать. Или, например, почему вот существуют всякие голосовалки. И присылайте клиенту, на него вам вложение. Вот сейчас в вложении все вот эти вот фишки, простые документы, это неинтересно. У гугла даже это есть. Тут топ-фюжн-компания есть, которая предлагала за деньги настроить просто правильно, качество рассылок. Приходишь и к тебе открываешь письмо обыкновенно. А там не письмо с вложенным PDF-файлом, да, Саша? А знаете, что там? Видеоказета. Какая прелесть. Причем она автоматически делается, например. То есть вы туда заливаете маленькое видео, вы хотите сдаться на петолы. Вот буквально 5 секунд, мы вам специально прислали подборку, очень удобную для вас. Подпункт номер 1 вот это, подпункта номер 2 вот это. Все. Приятного просмотра, всего доброго, ваша компания, я буду дырка. Все. Там рядом, ну, открывается, там есть картинка, туда заходишь, и там, например, вложенный файл. Или просто, понравилось ли вам, например, в последнее время, ну, там, изменение тарифов на то-то-то. Или там, какое ваше мнение тарифов. И три варианта для этого. Люди клик-клик-клик-клик. Все, они это уже не забудут. Все интерактивности являются действиями. Поэтому, почему все себе делают интерактивности? На страничках где-то еще. Потому что клиент, кликнув, он это запомнил гораздо лучше. В сто раз лучше, чем он, когда не кликал. И не открывал даже сам файл, и ему это неинтересно. Там есть еще один кейс. Ну, тоже как раз связано с эмоциями, с действием. Но Мазбанк, там, лет пять назад, он решит, ну, с услугой приватбанкинга, приносит это репресс, для которых, ну, которые сидят там где-нибудь, либо скрыть на самом верхнем этаже, до них иногда стучаться, и приносит всегда рекламу какую-то. Ну, это все фильтруется секретарем. То есть, не достучишься. Не достучишься. Никогда у них кейс назывался, что достучат в небес. И что сделала компания рекламная? Они взяли эти 500 цель в аудитории, ну, в том числе, 15 было с Иркутской, Иркутской области. Нашли фотографии в интернете здесь. Ну, как-то, кто-то сфотографировал, а кого-то, никого фотографии нашли, шарфом отрисовали. В общем, их поместили на страницу эксперта журнала. Ну, это было создано в единственном экземпляре. Это все было запаяно в пакетик. И курьер приносит, дает вся подробность о контрашоре на странице, там, секретарше, это видит, она быстрее бежит к своему начальнику. Тут открывает, ну, там, страница такая-такая-такая. Он открывает, там написано. Вот такой лиминальный способ мы нашли, подход к вам. В нашем банке такой же подход к вам, как клиенты, к вашим ребятам, что такое. Они эмоции создали сначала, такую ваучь, где-то я засветился, по-моему. Эмоции всегда очень лично. Да, 85% людей откликнулись, 60 из них стали клиенты и банка. Вообще, очень большая коллекция, очень сильная. Ну, там, для этого, для директора, все главное. Понятно, да? То есть, вот здесь сейчас я вам вот это могу сказать. То есть, вот эти простые приемы, они работают, они работают очень хорошо. Потому что стандартное типовое предложение попадет в спам. Даже если его откроют, увидят, оно его забудет. Оно в любом случае должно выглядеть по-другому. По крайней мере, оно может выглядеть как видео. Вообще, отлично, конечно. Вот идея с картами. Или вот карты, да, как падают. Уже, все, работает. Я выиграла ужин с боссом за его счет. Давайте аплодируем Дашу. Вы помогли. Если я выигрываю, я вам скажу. Ну, у нас так проводится. То есть, у нас босс сказал, у нас очень замечательный человек сказал, давайте ваши идеи. Вот в пятницу на планерке мы их обсудим. И лучшая идея, за лучшую идею, ужин в ресторане с боссом за его счет по вашему мусору. Если вы встаете в интервью надрес, я вам вышлю более подробную описание этого кейса. Где же пример карты вы видели, как она была упакована. Обязательно оставлю информацию, да. И у вас возьмут еще. А еще лучше, мы сделаем так. Мы все постучимся на друзья в контакте к Артему, и он у нас добавит друзья, а там же выложат. Все же Игорь, все сразу это увидят. Не только одна Саша. Она минимум цена. Да, мы сразу будем это видеть. Прямо выложишь нам все на эту карту, и мы все увидим сразу. Окей? Наша задача, что оптимизировать. Но кейс-то не наш, кейс белорусский. Чихай. Ну ты же можешь поделиться на сайте. Конечно. Все, что ты жадничаешь? Все хотят этот кейс? Все хотят. Вот видите. Поставим ваш груз везде. Да, да, да. Солюбан. Давайте проверим. Я думаю, что с вами очень интересно. Я увижу одну только тенденцию. Вы раскачиваетесь к концу дня. Это приятно видеть. Видимо, она была в двухдневном формате. Тогда бы вы просто завалюли нас всю эту информацию. Вообще, хочу отметить, что еще раз, мое правило идти за группой. Как мы работаем, так и работаем. Может быть, моя задача была вас останавливать, тормозить и побольше рассказать то, что написал. Но то, что написано буквы, вы вообще прекрасно прочитаете. В тетради. Схема достижения целей в организации – это уже такая упражнялка. Вы прошли, только я ее не открывала. В конце здесь у нас есть практически приемная работа со стрессом. Если что-то непонятно, сейчас в Круске. В качестве приложения дополнительного, да, у нас есть то, что я вам уже сказала. Выдержите доклады, несколько таких принципов, замечаний. Но самое главное, давайте подведем с вами итоги. Уголовься на формате одного дня. Что это спрашивается? Психология, митрия, психология. Почему это? Про что? Расскажем сейчас. Давайте здесь пробежимся, да, и быстренько расскажу. На допуску это будет хорошо. Вот. Итак, слаженная работа в одном направлении. Блин. Мало, да? У кого-нибудь появилось понимание, что с этим делать? Появилось понимание, пусть мы, наверное, забыли все с институтов. Я думаю, что что-то может быть вспомнили, да? И там у вас есть схема, понимаете? Самое важное, люди транслируют, их надо возвращать. Каждый, как маленькая, у вас схемочка такая, где большая стрелка, это стрелка организация. Маленькие стрелочки, это люди внутри организации. Если каждый увлечен своим, и нам организации всем надо, например, дойти туда, мы все должны вот идти энергично. Но люди все интересуются больше своими простыми интересами. Дети, деньги, ну, как-то, может быть, кредиты, еще какие-то вопросы. И их за мной стали оборачиваться, начали думать об этом, да? Внутренние организации им не досуг. Нам надо, как минимум, возвращать их с помощью тех приемов, которые мы назвали. Пропаганда, постоянные точки контроля. Мы все время им транслируем определенные ценности. Мы говорим, ребята, с нами не пропадешь, идем все вместе туда, туда идем. Не сбиваемся с шага. И раз, два, все вместе, дружно, лево. И начали, раз, два, со второй буквы пошли. Хотя бы это, да, ну, пускай будет. Что делать с персоналом в условиях текущего кризиса? Первый принцип. Не то же самое, что в прошлом кризисе. Их надо больше ценить. Потому что по демографическому ситуации мы видим то, что их реально меньше. Второе. С ними нужно работать систематически. Несколько моментов мы назвали. Но дело в том, что у нас была тема оптимизации. У нас есть отдельный тренинг по управлению персоналом. И он вообще-то двухдневный. То есть там просто много, очень много разных фишек, приемов и так далее, и так далее. Сегодня у нас, мы немножечко совершенно пробежались. С людьми нужно снимать страхи, убирать негативное мышление. Это наша прямая задача. Как только у человека психика в порядке, он работает нормально. Понимаете? И вместо того, чтобы сокращать, давайте посмотрим, что человек делает. Очень в такой мягкой, но настойчивой манере нам нужно его функционал уплотнить. Избавиться от пустот. Любой человек, который на работе, имеет возможность сидеть и ничего не делать. Он просто опасен. То есть периодически, это не тот случай, когда он пахал, 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 пахал. И там грюб, грюб, грюб на лодочке ели-еле. И на две минуты такой, ну там чаю пошел побить. Нет, конечно, в основном я не всем нам нужно. Но если у человека есть пустота в времени загрузки, он будет опасен, потому что он начнет расплываться мыслями по древу, он вовлечет в это других, он покажет другим, что это возможно. Это уронит его КПД. У него появится время для идей. Каких-то дурацких идей во многом. Каких-то фантазий, идей виртуальных. Он начнет общаться где-нибудь вот так вот. Или вот так вот. С теми людьми, которым тоже нечем заняться. Не начнутся сплетни. Сплетни, кстати, очень опасная тенденция для любого коллектива. Их нужно пресекать. Если сплетничать, значит у них есть время для сплетни, в первую очередь. А не повод, поверьте мне, не повод. Время для сплетни. То есть, в общем, вы ему скажете, все закончат, молодец, я тебя сегодня отпускаю. Прямо мотивационно такая. Поработал ты хорошо, и я тобой доволен. Иджи. Все, пусть парит. Нифига ему тут сидеть. Смотреть пустыми глазами в компьютер. Это очень опасно. Или дайте ему чем-то заняться. Ну, то есть, это такой момент. Что еще делать с персоналом условиями в текущем кризисе? У вас еще есть вопросы? Бороться, искать, активизироваться. Ищем, ищем, ищем. И, к сожалению, еще раз подчеркиваю. Саша сегодня говорил, возьмите, наймите, наймите, если вы можете найти. Но если вы не налили, пожалуйста, возьмите тот, у того, кто нашелся. И, как говорил Матрускин, мы его, говорит, на помойке нашли. А он нам фигула вырисовал. Вот берите то, что есть, и настраивайте. Если у вас есть способности, если у вас есть кузница кадров, вы обучаете, вы настраиваете, у вас есть возможность какая-то системно передать информацию, то берите просто много, и у вас будет все равно оттель. Относитесь к от силы, пожалуйста, нормально. Очень многие паникуют. Сейчас текучка высокая достаточно, в принципе, в кадрах, по одной причине, людей не хватает, которые надо способствовать. Вот и все. Со временем удерживая тенденцию позитивную, вам удастся создать костяк. У вас будет золотой фонд, делайте на него ставку. Золотым фондом работаем индивидуально. Если у вас есть люди, на которых вы можете опереться, даже если это будет уборщица, папа Маша, мы спрашиваем, как ты говорили. Пожалуйста, относитесь к ней очень серьезно. Посмотрите, подумайте, что для нее важно. Как ее мотивировать, что она ценит. Доброе слово или деньги? Ну, то есть, посмотрите. И именно это давайте. Все остальные люди, с ними работаются массово. Массовые какие-то пропагандистические моменты. У нас должны быть планетки, озвученные позитивные цели, у нас должен быть бодрый дух. Ну, вот и личный пример. То есть, массовые мотиваторы и индивидуальные – это разные вещи. То есть, вам не обязаны знать абсолютно про всех, что там у них валит, в каком боку заколол, и так далее. Там, кто же говорит, ну, ничего, ничего, дорогая, ну, ничего, выпи табличку, дай это. То есть, это уже другое, но не с теми, кто ваш голодный фонд. Ну, ты и так добавляешь в себя. Мы это обычно прокачиваем немножечко более глубоко. Мотивация себя и других, что вообще с демотивацией лично делать, мы удивительные. Я надеюсь, что у вас появилась, потому что более, такая бодрость духа и высокий эмоциональный тон, да? Появилась, нет? Да. А, правда, как сказать, нет, да, 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 да. Я просто говорю, нет. Выход на новый рынок, блин. Ну, вы подсказали, по крайней мере, буквально там две маленькие фишки, которые вам помогут, и ваш вопрос. Вот, я надеюсь, что это сработает. Как научиться делегировать? Да, вопрос. У кого появилось больше понимания в этом вопросе? Спасибо. У меня, говорит. Я тут с ведрами побежала. Того, чтобы научиться делегировать, нужно начать делегировать. Это просто это делать. Ну, да, нужно начать делегировать. Просто некоторые, при этом не получается делегировать, но при этом думают, что это сложно, а не понятно. А знаете, в чем проблема? Мне так интересно, у нее как-то раз мы разговаривали с мужем. Он достаточно долго работал в управлении. Вот. Ему очень разные по стилю управления люди. Я тоже руководитель. Он у меня все равно какие-то обвинения. Говорит, почему ты людей заставляешь это делать? Я говорю, стоп. Ну, то есть я ему поручения даю в рамках рабочего времени. Я оплачиваю ему все. Ну, то есть какие проблемы? А что проблемы? Ну, мне кажется, это не совсем его обязанности. Ну, допустим. Ну, там, не совсем его. Ну, то есть, может быть, он и не должен. И возникает вот этот вопрос. У тебя кто-то говорит.